Добрый вечер. Какая-то была великолепная проповедь. Аминь. Слышали поговорку «Он весь в отца, камушек от камня». Вы видите в нем также и пастор Вейдер, правда? Хотя он просто камушек. Пастор Вейдер по-прежнему бурекамень. Этим утром я ездил в Сильвер Спринг. Пастор Ким находится в Лондоне на конференции. У нас было великолепное время. У него изумительная церковь Сильвер Спринг в Мэриленде. Они делают удивительную работу. Помните, как несколько недель назад музыкальная группа приехала оттуда к нам? Они провели у нас песенное служение. Это было потрясающе. Замечательное время. Пастор Ким, наверное, переживал, когда я ехал сегодня утром из Сильвер Спринг. Мне позвонили. В это время я уже разговаривал с человеком. Я не держал телефон в руке. Он оставил сообщение. Наверное, он немного нервничал. Я перезвонил ему и сказал, «Послушай, не волнуйся ни о чем. Я проповедовал замечательное слово о важности законничества в поместном собрании». Не беспокойся. Восстановление и после разрушения, когда возвратишься, да уже никого и не осталось. Просто наслаждайся своим временем в Лондоне. Нет, я просто шучу. Это великолепная церковь. Так весело проводить время с этими верующими. Спасибо, Мэтт. Это была прекрасная пробоведь. Давайте помолимся. Отец, благодарим Тебя. Пожалуйста, продолжай помазывать наш вечер. Мы хотим помолиться за тех, кто находится на миссионерском поле сегодня, за пастора Шаллера в Турции, пастора Шибели на пути в Индию и Непал, за пастора Кима Шибли завершающего время сегодня в Лондоне, а затем вылетит во Францию еще на несколько дней. Много из наших лидеров путешествует за океаном. Пожалуйста, защити их, покрой их, прибудь с ними, укрепи их, помашь каждый их шаг пути. Мы молимся за них. Благослови также эту порцию сейчас. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Откроем Библию в книге Исаии, 53-й главе. По иронии судьбы, Мэтт делился немного об этом отрывке в заключении своей проповеди. В какой-то момент он сказал, я несколько превысил лимит времени. Я надеюсь, ты знаешь, что это время будет вычтено в следующий раз, потому что пастор Шаллер говорит, 10 минут, ты получишь только 8 в следующий раз. Просто, чтобы ты знал. Нет, я шучу. Исайя, 53-я глава. Исайя пишет, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господа, ибо он взошел перед ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его был безгласен. Так он не отверзал и уст своих. Сегодня, в течение короткого совместного времени, которое у нас есть, Писание так ясно изображает Иисуса, как мужа скорбей, изведавшего скорбь и болезни. Когда вы слышите это, и я знаю это в моем собственном сердце, есть так много трогательных имен Иисуса, имена, которые нам бы хотелось произнести в песне, в прославлении, в молитве. Такие имена, как Князь Покоя, Господь Саваоф, Добрый Пастырь, Великий Целитель, Утренняя Звезда, Лев из колена Иуды, Агнец Божий. А как называет его Библия? Муж скорбей. Муж скорбей. Это приводит вас к мысли, не зная, насколько близко я хотел бы соотноситься с мужем скорбей, до тех пор, пока мы не обнаружим себя в тяжелом состоянии, называемом болью. Тогда нет никого лучше, чтобы приблизиться, чем муж скорбей, потому что он знает. Мы живем в мире множества боли, ран, сокрушенные, жестокими ветрами жизни. И там мы обнаруживаем, что Иисус – это все, в чем мы нуждаемся. Нам не нужно искать кого-то другого. Нам даже не нужно искать другого человека, хотя мы благодарны им, и мы благодарны, что Бог поместил их в нашу жизни. В такие времена, когда мы переживаем сильную боль, обостренные ранения, когда мы проходим через нашу личную гепсиманию, то нет никого лучше, чтобы быть рядом, чем человека, называемого мужем скорбей. Здесь в Исаии 53 главе, задолго до того, как Мел Гибсон задумал снять фильм «Страсти Христа», пророк Исаия написал первоначальный текст. Это здесь, в Писании перед нами. Все это произойдет почти восемь веков спустя. Подумайте о природе Его пророчества, и о подробных обстоятельствах, которые произойдут, и о пророчествах, которые исполнились в первом пришествии Христа. Это удивительно. История Мессии, тот, кто превыше всех, подумайте об этом, понимает нашу боль, вашу боль и мою. Муж скорбей. Конечно же, это не значит, что мы выходим на благовестие и говорим, «Могу я представить вас, мужу скорбей, тому, кто был поражен Богом, тому, кто был мучен за ваши и мои грехи?» Нам не обязательно представлять Христа другим людям в таком виде, но будет время, когда все эти люди захотят узнать того, кого называют мужем скорбей, так же, как захотели мы. Подумайте о словах пророка. Просто посмотрите на эти слова снова, когда вы просматриваете Исайю 53 главу, эти несколько стихов. Он был презрен, умолен, скорбь, поражаем, истезуем, изведавший болезни, как Мэтт сказал, «Тяжелая рука Бога поразила Иисуса». Он был побиваем, пронзен, побиваем и, как огнец, веден на заклоне. Как бы мы выразили это сегодняшними словами? Как бы мы обрисовали это на современном языке, даже если мы не хотим, потому что Слово Божье говорит само за себя, но, наверное, мы бы сказали, Он был там, и Он исполнил это, Он прошел через это. Не важно, что пережил любой человек, не важно, какие страдания пережил или прошел любой человек, независимо от природы, боли, есть тот, кто может идти рядом и с этим человеком и говорить, «Я знаю, каково это». Это муж скорби. Все эти слова, которые использовал пророк, имеют отношение к этому одному слову из четырех, «Бог, в отношении которого мы делаем все, чтобы избежать его». Это слово «боль». Оно нам не нравится, оно мне не нравится, терпеть не могу, переживать его. Я говорю о такого рода боли, которую мы обнаруживаем в наших сердцах, и которая сильнее физической боли. Сильнее этой боли, больше физической, которую мы можем почувствовать или пережить. Но если есть тот, кто мог бы встретиться с нами в нашей боли, то это Христос. Это муж скорби. Боль, затрагивающая нашу жизнь. Невероятно. Крошечные младенцы, приходящие в этот мир, как визжа. И так ли? Иногда люди покидают этот мир таким же образом. В боли. Это подобно двум скобкам, между которыми происходит все остальное. Опыт жизни – войти в боль и выйти из нее. Невероятно размышлять об этом, но это так и есть боль. Если вы хотите, наш попутчик, нам необходимо познавать ее. У нас нет другого выбора. Мы хотели бы обойти ее всякий раз, когда она появляется в нашей жизни, но иногда мы приходим к заключению, что это фактически невозможно. И для этого есть причина. Мы слышали об этом во вступлении. Это Божий путь нашего преображения в образ Его Сына. Нет легкого пути, чтобы это совершилось. Мы будем преображены в образ Божьего Сына. Бог проведет нас на другую сторону. И в конце мы будем такими же, как Христос, но иногда нам необходимо пройти через этот маслобойный пресс трудностей жизни. Это в порядке вещей. Подобно Христу, посланник Евреям, 5-8, мы обнаруживаем там нечто важное, нечто ценное, нечто значимое в нашем страдании. Боль и бедствие помогают нам возрастать в становлении духовно зрелыми людьми. И якобы 1 глава 2 по 4 стихи совершенным образом это описывает. Поэтому нам сказано с великой радостью принимать, когда мы впадаем в различные искушения и испытания. Мы можем говорить так, хотя и не будем выглядеть слишком радостными, когда это происходит. Мы можем пройти это без улыбки, на лице. Возможно, в нашем сердце имеется тягость, но мы знаем, что за всем этим Бог творит нечто удивительное. Мы знаем, что Бог творит великолепную работу в нашей жизни. Это почти мистично для нас, потому что мы читаем в Римлянах 8, 29, что мы с вами будем преображены в образ Сына. Но если мы зададим вопрос далее этого, как, для нас почти невозможно увидеть масштаб и область действия, которые находятся в распоряжении у Бога, чтобы сделать нас подобными Его Сыну. Мы просто доверяем этому. Мы просто верим этому. Мы просто понимаем то, что приходит в нашу жизнь. Мы говорим, «Господи, я знаю, что Ты можешь использовать это. Я знаю, что это имеет ценность, потому что ничего не приходит в мою жизнь, если это не прошло через Твои драгоценные руки». Клайв Льюис сказал, «Умственная боль менее драматична, чем физическая боль, но она более обычна, и ее тяжелее перенести». Легче сказать, «У меня болит зуб, чем сказать, «Мое сердце сокрушено». Он сказал, «Когда эта боль продолжается в сокрушенном сердце, результат опустошительный. Когда болит зуб, мы идем к стоматологу, но когда болит сердце, мы идем к мужу скорбей. Мы идем к самому Иисусу. И он говорит, «Я знаю, я был там, я пережил это, я прошел через это». Да, он понимает, потому что Писание говорит в Евреях, «Четвертое, пятнадцатый, что нет никого подобного Иисусу, который знает наши немощи и который подобно нам искушен во всем, кроме греха». Иногда последняя часть Евреям 4,15 затруднительна для многих людей, потому что они говорят, «Господи, я очень благодарен, что Ты можешь отождествиться со мной, когда я прохожу через жизнь и все, что представлено человечностью, но вот эта часть, где сказано, «Кроме греха», причиняет мне боль, причиняет мне множество душевных, душевной боли, не дает мне заснуть ночью, когда я вспоминаю мое падение снова и снова». Но Иисус говорит, «Да нет же, не упускай реальность того, что в действительности я могу отождествиться с Твоим грехом не в моей жизни, но в моей смерти, когда я понес его на своем собственном теле, на кресте». Вот где он отождествляется с нами в нашем грехе. Не в его совершенной жизни, потому что его жизнь была без греха, но в его смерти он стал грехом за нас, чтобы мы могли стать праведностью Бога в Нем. И именно такими мы сегодня являемся. Когда Иисус предстал перед Своими самыми трудными моментами, самыми трудными часами в Своей жизни, Он обнаружил Себя в месте, называемом гефсимания. Знаете ли вы, что гефсимания обозначает маслобойный пресс? Таково значение этого слова. Символически это представляет место глубокой, тягостной боли и умственного мучения. Разве мы не видим, как Иисус переживал это, когда Он был в гефсимании? Каждый из нас неизбежно должен пройти через свою гефсиманию. Возможно, у вас это уже было. Может быть, вы проходите это сегодня. Может быть, это ожидает вас в будущем. Мы все испытаем это. Какое же это утешение знать, что кто-то уже прошел через это и вышел оттуда победителем и говорит, «Я проведу тебя через твою гефсиманию. Я обещаю тебе это». Мы знаем, что это всегда будет чем-то, что будет происходить в нашей жизни. Мы не можем сказать, что именно. Матфея 26, 40 по 46, «Христос в гефсимании». Я не думаю, что есть место в нашей жизни или в Его опыте в гефсимании, которое было бы более одиноким, чем то, когда вы находитесь в вашей гефсимании. Возможно, ваши лучшие друзья оставят вас, как они оставили Иисуса Христа. Некоторые попытаются понять вас, но не смогут. Некоторые могут забыть вас в борьбе, когда вам будет необходима поддержка, и у вас не будет никого, к кому вы могли бы обратиться, но у вас есть муж скорбей. Он будет там, и он вам нужен больше всего. Конечно же, когда вы проходите через свою гефсиманию, то с внешней стороны вы нуждаетесь в ком-то рядом, внутренне. Вы находитесь в муке, и никто не может измерить меру вашего страдания. Физически вы достигли вашего порога, и вы сомневаетесь, сможете ли вы вывести хоть еще один момент. Вы чувствуете себя беспомощным, замешательствием, разочарованным, возможно, угнетенным, непонимаемым, униженным, и в конце всего перечисленного вы думаете, как думал Иисус, покинул ли его Бог? Повернулся ли Бог спиной к Нему? Вы можете почувствовать себя таким образом. Вы можете ощутить, что эти мысли проходят через ваш ум, но вы не одни и одиноки, и есть надежда, потому что есть Спаситель рядом с вами, и неважно, что если даже вы достигли предела вашей боли сегодня, есть муж скорбей, который готов провести вас через самый трудный час. Это приносит удивительную надежду в наши сердца, потому что мы все достигнем этого. Возможно, мы еще не там, но мы достигнем этого места. Подумайте об этом, что рядом с нами никто не стоит ближе, чем Иисус Христос. Он лучше, чем самый верный муж, понимает лучше, чем самая утешающая жена. Он надежнее самого близкого друга. Никто не заботится о нас с вами так, как заботится Иисус. Как мы поем об этом в песне, никто не принимает нас более безусловно, нежели Иисус. Разве вам не хотелось бы иметь таких друзей, членов семьи, которые всегда, безусловно, принимают вас. Мы ищем таких людей и не можем найти их в нашем мире. Но вот, дело доходит до Иисуса, и Он всегда принимает нас безусловно. Нам никогда не нужно достигать определенного стандарта. Нам никогда не нужно соответствовать чему-то. Нам никогда не нужно заслуживать и носить значок отличия, чтобы доказать, что мы достойны Его любви, милости и благодати. Нет, нам не нужно делать это с нашим Спасителем. Он всегда принимает нас безусловно. Подумайте о следующем. Есть ли кто-либо еще более доступный, чем Иисус, с кем вы можете поговорить посреди ночи? Я имею в виду посреди ночи. Вы думаете позвонить другу и говорите, нет, я не могу так с ним поступить. Но вы никогда не подумаете, интересно, а Иисус спит? Он никогда не дремлет, Он никогда не спит, Он всегда смотрит за Своими детьми, и когда вы нуждаетесь в Нем в критический час, и это может быть среди ночи, призовите Его, призовите мужа скорби, и скажите Ему, ты знаешь, ты понимаешь, ты понимаешь природу моей боли, ты понимаешь, что я чувствую себя одиноким, и Он ответит, я с тобой, я проведу тебя через это. Библия говорит, что Он понимает даже стенание наших сердец. Римлянам 8, 26. Дух Бога передает эти стоны, как внятные молитвенные просьбы Отцу. Нет никого, кто бы стоял к нам ближе, снаружи, чем Христос. Внутренне никто не исцеляет глубже, чем Иисус. Вы скажете, я никогда не смогу выйти из этой печали. Мы ответим, ты прав, один не сможешь, но с мужем скорбей ты пойдешь дальше своей печали. Ты пройдешь это, изведавший скорби проведет тебя через это. Он знает, что значит потеря. Он потерял все ради тебя и меня. И Он будет там, когда мы переживаем наши самые тяжелые потери. Он будет там, когда мы молчаливо страдаем. Он будет там, когда нас несправедливо критикуют. Он будет там, когда мы будем ощущать себя совершенно беспомощными, потому что Он в нашем углу. И Он не уйдет, и Он не покинет нас. Далее, физически, ни у кого нет силы утешить нас так, как утешает Иисус. Его рука на вашей жизни, во время вашего страдания. Неважно, происходит ли это сейчас, или уже прошло, или произойдет в будущем. Его благодати достаточно для вас. Его рука всегда лучше руки друга. И я хочу повторить это снова так хорошо, когда ваши друзья находятся рядом с вами. Но то, в чем мы действительно нуждаемся в такой час, это в руке Иисуса. Потому что Его рука более утешительна, чем родительская, супружеская, детская или дружеская. Его рука рука сострадания. Его рука приносит исцеление. Его рука приносит надежду. Его рука приносит жизнь. Никто не сможет утешить вас в такой час, так, как делает Иисус. Заключение. Подумайте о следующем. Никто не видит пользу вашей боли более ясно, чем Иисус. Он знает, что находится на другой стороне. Он знает, что произойдет в конце этой боли, этой трудности, этого страдания. Он смотрит сквозь темный извилистый туннель вашей гефсимании. Он видит весь путь до самого конца. Он видит самую невероятную часть работы, которую вы могли бы себе представить. Поэтому Библия говорит в Евесяна 2 и 10 о каждом из нас, что мы Его шедевр. Божья личная работа, личное творение Его рук. Мы можем посмотреть на творение вокруг нас и сказать, вот творение Бога. Но когда дело доходит до Его истинного шедевра, то это мы с вами. Мы Его шедевры. И Он видит это. Не позволяйте тьме разочаровывать вас. Не позволяйте страданию или боли, которые переживаете, смущать вашу душу, но празднуйте это, потому что вы знаете, что Бог сделает нечто изумительное, нечто благое, потому что ни у кого нет лучших намерений о вас, чем у Бога. Никто не позаботится о нашей душе лучше, чем Иисус. Он проведет нас через это. Мы можем увидеть только тьму, мы можем увидеть только страх, и мы можем увидеть это как нечто нескончаемое, но я вам скажу кое-что. Он видит дальше этого. Он видит зрелость, он видит укрепление вашей души, он видит рост, он видит стабильность, он видит мудрость, сострадание, и в конце концов он видит венец жизни, который он готовит для тех, кто страдает вместе с ним. Вот что есть у мужа скорбей для нас. И знаете что? У него есть карта, которая проведет нас с вами через нашу гефсиманию, и он сделает это. Нет ничего удивительного в том, что Филипп Блис написал эту замечательную песню под названием «Аллилуйя, какой спаситель!» Слова такие «Муж скорбей, что за имя для Божьего Сына?» Сокрушенных грешников, пришедшего взыскать, Аллилуйя, какой спаситель! Стыд понес, осмеян грубо, осуждение мое взял на себя, кровью своей и опечатал прощение! Аллилуйя, какой спаситель у меня! Мы виновны, низки, беспомощны, Божий Агнец, незапятнанный Он! Искупление полное! Разве это возможно? Аллилуйя, спаситель Он! Мы любим петь песни князю покоя. Слова, как утренняя звезда, слетают с наших уст. Они прекрасны. мы поем эти гимны, эти песни. Подумайте о всех удивительных именах, данных Иисусу. Но сегодня мы празднуем вот это одно имя, Муж Скорбей, который сейчас обладает властью и имеет благодать, чтобы утешить тех из нас, которые пройдут через минуты, часы, или даже дни, недели, месяцы, Евсиманий, и Он проведет нас. И когда мы пройдем, мы проснемся, и мы будем такими же, как Он. Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Склоните головы и закройте глаза. Если вы здесь сегодня и никогда не принимали Иисуса Христа, возможно, вы слышали, как люди говорят, Он Спаситель, Он Сын Божий, Он Царь Царей, Он Господь Господствующих, Он Звезда Светлая и Утренняя. Вы должны также знать сегодня, что Он Муж Скорбей, изведавший страдания, и Он может отождествиться с вашими страданиями, как никто другой. Он желает быть в вашем сердце, Он желает быть в вашей жизни, Он желает спасти вас, Он желает очистить вас, Он желает привести вас в свою семью. Вы можете принять это решение сегодня перед тем, как покинете этот зал. Просто призовите Иисуса в свое сердце по вере, сказав, Христос, спаси меня. Вы можете переживать такие страдания, которые никто из нас не сможет понять или знать, но Он знает. Может быть, вы переживаете боль, которую никто в этом зале не знает и не может отождествиться с вами, но Он может. Позвольте Ему войти в ваше сердце, позвольте Ему утешить вашу душу, позвольте Ему дать вам Его покой. Придите, чтобы познать мужа скорбей, и вы осознаете, сколько Он сделал для вас, и вы также споете эту песню. Аллилуйя! Какой спаситель! Если вы здесь сегодня и принимаете Иисуса Христа как вашего спасителя, просто поднимите вашу руку, поднимите и опустите, есть ли такие здесь. Примите это решение, принятие Христа, поднимите руку, спасибо за эту руку, кто-нибудь еще, просто поднимите ее и сразу же опустите. Спасибо, Благодарю вас, Бог, прекрасно. Кто-нибудь еще, поднимите руку и сразу же опустите. Спасибо! Аллилуйя! Славим Тебя, Господи! Аллилуйя! Иисус, благодарим Тебя за тех, кто отликнулся сегодня по вере и доверяя Тебе. И все мы можем сказать, Аллилуйя! Какой спаситель! Спасающий души сегодня в этом зале! Благодарим Тебя, Иисус! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Мы просто радуемся в Твоем Святом имени во имя Иисуса! Аминь!